А сегодня 7 ноября, четверг, а это традиционный день кинопремьер. Что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе, расскажет Андрей Алексеев. Андрей, самое доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я тоже вас приветствую, друзья. Сегодня вроде бы не красный день календаря, но тем не менее премьеры снова есть, и о них мы расскажем с удовольствием нашим зрителям. Многие верят, что до рождения вселенной ничего не было. Это не так. Была тьма. И она жива. Российский зритель, чем дальше, тем больше, проникается культурой комиксов. Тем более, что во вселенной Марвел нашелся герой, который и внешне, и по происхождению нам вполне подходит. Речь идет о скандинавском Торе, вторая часть приключений которого из формата превью выливается в самый, что ни на есть, широкий прокат. В новой картине Тору с его молотом вновь предстоит спасать миры от вторжения чудовищных сил тьмы, конечно, в формате 3D, и с Натали Портман в качестве вознаграждения за нечеловеческие, в буквальном смысле, труды. Ответь себе. Чем ты готов пожертвовать? Ради идеалов. Нет! Ты, видно, полон отчаяния. Расспросишь меня о помощи. Если осмелишься предать меня, я тебя убью. Когда начинаем? Однажды ночью я услышал голос Господа. Все, что я знаю, с тех пор во мне есть новая сила. Я вижу вещи по-другому. Алексей! Разрывайся! Чего ты боишься? Я боюсь умереть. А ты станешь великим царем. Кто вы такой? Григорий. Российское кино исторического характера – это то, что наряду с комедиями действительно любит наш зритель, и на что он готов смело идти в ближайший кинотеатр в любое время года. Новый исторический экшен «Распутин» вряд ли, конечно, претендует на лавры блокбастера, но и в нем есть ряд несомненных достоинств. Это и мистическая составляющая, поскольку имя Григория Распутина прочно связано в массовом сознании с оккультизмом, и блестящий актерский состав, главной звездой которого, безусловно, является новоиспеченный российский актер Жерар Депардье. Это чудовище! И чего же они хотели? Вашего отречения, повешения Распутина и заточения императорицы. Наш друг посланник божий. Не езди туда, Григорий. Смерть меня ищет. А в дьявола ты веришь? Я чувствую, что он... Мы же не можем брать на работу человека без педагогического образования, да и вообще без какого-либо знания предмета. Распутина, я с удовольствием ознакомлюсь с этим предметом. Ну что, видишь того географа? А то... Ну и как он? Я вам думала! И, наконец, история, начисто лишенная и экшена, и зрелищности, но оттого не менее достойная. Всем, кто хоть раз в жизни посмотрел советскую школьную драму «Доживем до понедельника», посвящается экранизация недавнего романа Пермика Алексея Иванова с неожиданным названием «Географ Глобус Пропил». Фильм стал победителем по итогам последнего кинотавра, роль Константина Хабенского уже называют лучшей в его кинокарьере, а мы рекомендуем его просмотру всем, кто каждый день своей жизни тратит на поиски ее смысла. Виктор Сергеевич, вам не нужно объяснять, что вот это чистой воды уголовщина. Андрей, отличные премьеры, спасибо огромное. Хотелось бы узнать твое личное мнение. Ты так искрометно пошутил про Жерара Депардье, подколол буквально, да, что он стал россиянином. Кого бы тебе хотелось еще из голливудских актеров или каких-то актеров зарубежных видеть российскими гражданами? Ну вот мне, например, лично Анжелину Джоли бы очень хотелось. Ну тебе одному, я думаю. Да, я думаю, многие мужчины бы в России, безусловно, хотели бы видеть Анжелину Джоли. И Леди Гага, опять же, почему нет, она в последнее время пробует себя в качестве актрисы и довольно успешно. Много, на самом деле, хороших актеров есть в мире, которых бы мы хотели принять. Но я думаю, что со временем вообще постепенно стираются грани. И поскольку Голливуд такая очень интернациональная история, то вполне под эгидой вот этого бренда можно объединить всех, в том числе и наших актеров. Я думаю, что со временем это и должно случиться. Андрей, скажи, а ты имеешь возможность первым смотреть кино, которое еще не смотрел зритель? Ну, далеко не всегда есть такая возможность, на самом деле. Но какие-то вот особенно загадочные такие темные лошадки кинорынка, на самом деле вот их лучше отсматривать заранее, чтобы... Тестировать. ...представлять, да, представлять их потенциал. Тестировать на кошках в буквальном смысле. Вдруг вырезать что-то нужно, какую-то сцену, да, которая не нравится. Не пойдет. Но 18+, исключительно такие сцены, конечно. А, кстати, как вот с этим 18+, это кинотеатр выставляет или уже приходится такой маркировать? Нет, конечно, это, друзья мои, привилегия Министерства культуры. Они прачечные, как вы могли подумать. Вторая шутка сегодня за день от Андрея Алексеева. Нам повезло. Огромное спасибо, Андрей, за то, что так радуешь нас новыми программами, новыми фильмами, которые приходят в наш славный чудный город. Приходи к нам еще. Ну, я хочу сказать, что с появлением Андрея Алексеева в нашей программе я в кино стала ходить чаще. Да? Он заставляет тебя, он программирует. Приходите, друзья.